Всем привет, это Михаил Кобзай, ProLand TV. Сегодня поговорим про NDI, технологию передач видео по локальной и глобальным сетям. В мире не так много компаний, которые делают NDI именно на аппаратном уровне для кодирования и декодирования этого типа сигнала. Сегодня у нас Killaview в обзоре. Опять же, очень интересная штучка, уже не первая в моих обзорах, модель U40. Давайте откроем и посмотрим, что же там такого. Конечно же, у нас здесь каталог продукции, чтобы вы знали все модели, которые есть у них на сайте. Приветственная карта с адресом сайта, гарантийная карта обязательно. Это очень качественная продукция, но тем не менее, сервис-центр у нас есть. И инструкция по эксплуатации. Очень такая приятная книжечка, буклетик, в котором все написано полностью от начала и до конца. Понятно, что инструкции есть на сайте в электронном виде, в PDF, но приятно, когда у вас есть сразу вот такие вот вещи. И, конечно, само устройство. Здесь очень непривычный вид. Я так даже в шоке. Напоминает это скорее не энкодер, а умное устройство типа колонки. Killaview, привет! Привет! Ни хао, Миша! Killaview, ты умеешь кодировать видео? Я могу转换ать сфинь хао. Отвечаю. Ну, это, конечно, шутка. На самом деле, это просто энкодер, но не просто энкодер. Опять же, даже по сравнению со своими собратьями, которые выполнены в квадратном классическом корпусе, в привычном всем. Давайте посмотрим вблизи на этот девайс. Killaview U40. Сверху у нас логотипы, вентиляционное отверстие с индикатором работы устройства и три светодиода активности. С одной стороны вход HDMI, разъем USB, выход 12 вольт и разъем аудио. С другой стороны два сетевых разъема, вход питания 12 вольт. Также по бокам устройства крепежное отверстие и вентиляция, совмещенная со светодиодными индикаторами. Это и талии, и одновременная индикация работы. Сразу возникает вопрос, зачем на этом маленьком устройстве сразу два сетевых порта. Дело в том, что на первый порт мы подаем, как всегда, POE питание. Устройство питается по сети. Управляем устройством и получаем сигнал NDI. Второй порт можно использовать для подключения второй IP-камеры, какой-нибудь еще, для подключения интернета и также для управления. Давайте сейчас подключим устройство к моей камере Pocket 4K, который меня снимает. Это займет некоторое время. Начнем, конечно, с HDMI. Далее у нас будет питание 12 вольт. Вы сразу увидите, как устройство начнет загружаться. Также мы подключим к нему локальную сеть на первый порт, который обозначен POE. Вот, кстати, я уже немного ошибся и подключил питание не туда, но не страшно. Дело в том, что здесь два разъема питания. Один на вход, второй на выход. И если мы подаем на устройство питание по POE, по сети, то мы можем взять с выхода 12 вольт питание для нашей камеры, монитора и чего угодно. Но, как правило, для камеры. Давайте я все-таки правильно это воткну. DC 12IN. Да, совершенно верно. И второй сетевой разъем с интернетом как раз. Это локальная сеть компании. Я подключу на второй порт. Теперь мы немного подождем. Потом устройство загрузится и посмотрим, что же там есть в веб-интерфейсе. Веб-интерфейс, стандартный адрес 1168, админ, админ. Видим интерфейс. Разрешение на входе 30 кадров в секунду, битрейт и частота дискретизации звука. Основные устройства можно сделать группу NDI, изменить название устройства и изменить название канала. А также выставить качество энкодирования, то есть поток. Можно его сделать поменьше, можно сделать его побольше, но трогать его пока не будем. Дальше у нас NDI-подключение. Энкодер умеет управлять камерой, PTZ и не только управлять. Допустим, если вы дали сюда питание POE, то вам уже не нужен вход 12 вольт. Далее, что вы делаете? Берете сигнал от камеры, естественно, по HDMI, либо через конвертер по SDI. Подключаете питание из конвертера, которое приходит по POE, конвертируется, 12 вольт камера потребляет. И последний интересный момент, как раз управление. Здесь есть разъем USB. На этом конвертере через специальный переходник вы можете подключить к порту управления камеры это устройство. И у вас получится автономная камера с управлением по NDI через этот конвертер. То есть питание, управление, опять же, идет по одному кабелю. Это очень удобно. Плюс к этому есть тали. Интересная особенность устройства в том, что оно напрямую сразу кодирует сигнал из HDMI в NDI, но NDI-HX оно формирует немного странно. Здесь есть отдельная вкладка NDI-HX. Давайте разберемся с ней. Кстати, можно подключить к USB порту, USB камеру обычную, и она у вас превратится в NDI-камеру. Да, неожиданно, но вот так вот это надо проверить. У меня сейчас под рукой нет камеры. И давайте посмотрим, что у нас здесь во внутренней конвертации как раз, как получить NDI-HX, либо NDI обычный из простого источника. RTSP, RTMP, очень много протоколов. Давайте назовем что-нибудь, и я вставлю RTMP-ссылку, которую у меня формирует программа OBS. Посмотрим на нее. Теперь активируем. Все загружается. Немного подождем. Пока устройство у нас по интернету поймает поток, для этого как раз нужен второй порт, и у нас уже зеленая индикация появилась на экране, значит скоро пойдет сигнал именно NDI-HX. Здесь есть для него подробные настройки. Обратите внимание. Опять же, группа, название устройства, канал HX, подключение, мультикаст IP, ну и в общем все остальное. Сейчас у меня все подключено напрямую к компьютеру, по сути через небольшой коммутатор, поэтому мне не нужны тонкие настройки. Давайте теперь пойдем в OBS и проверим сигнал, хотя можно запустить какой-нибудь из утилит, допустим NDI-монитор. Да, вот он канал первый как раз появился. Появился это я в низком разрешении, чтобы не грузить систему и локальную сеть. И здесь же у нас есть канал HX. Давайте его также проверим. Вот с ним бывают некоторые задержки, так скажем, потому что под маком драйвера HX они не сильно хорошо прописаны, видимо, поэтому я вот в таком замерзшем положении весьма комично это выглядит. Давайте попробуем какой-нибудь еще монитор, допустим у меня есть сиена, здесь также видно два канала, проверим основной, выключим звук. Да, все есть, все прекрасно работает, низкий поток и давайте посмотрим на высокий поток. Да, все отлично, все замечательно видно. И также проверим NDI-HX, будет ли сиена его отображать. Нет, тоже не может, к сожалению, но здесь необходимо Windows, хотя нет, все пошло прекрасно и у нас пошел как раз второй поток, о чем я говорил, обратите внимание. С OBS у нас идет RTMP ссылка и KILOVIEW U40 кодирует ее. Вот здесь пока еще не появилось превью, но оно появляется почему-то с некоторой задержкой, это весьма странно. Особенность работы такая, особенность электроники, но сам факт, что все прекрасно работает и теперь давайте сделаем еще один интересный момент. Я закрою NDI-монитор и поймаем NDI-поток OBS и посмотрим на две картинки. Здесь мы можем выбрать как раз два потока, предположим канал первый, это будет как раз моя живая картинка, да, вот она. Мы ее сделаем поменьше, отлично. RTMP зелененький, здесь есть информация, разрешение, частота кадров, поток и ссылка. Естественно, я использую такую дежурную ссылку проверочную, это не YouTube, также можно ее скопировать и залезть еще в настройки, которые я изначально задавал. Здесь есть предупреждение для получения нормального NDI-HX-аудиопотока, используйте аудиоформат AAC. Не забывайте об этом. Давайте пока у нас грузится эта вот картинка, посмотрим дальше. У нас есть сеть, Ethernet, динамический, адрес первый и адрес второй, то есть как раз здесь идет речь о портах об этих двух. Первый порт у меня, в котором админка, 168 и второй порт настроен для интернета, как раз 20127, локальная сеть. Далее у нас дополнительные настройки, есть также Discovery Server, если вы им пользуетесь, и Camera Link. Вот это очень интересная вещь, если сюда подключить через второй порт еще одну IP-камеру, то можно ее увидеть как раз в потоках NDI, которые будут сформированы устройством. Но камеры у меня сейчас пока нет, так что знайте, что эта возможность здесь есть. Кстати, у нас устройство в сети, я подключил NDI-источник VBS и тут же по протоколу NDI у меня определилась TALLE. То есть красная TALLE означает, что камеры в эфире, в данном случае конвертер, обратите внимание, верхняя часть светится красным, боковые части светятся красным. То есть это будет все видно издалека. Насчет установки на камеру, либо вот в таком положении ставится девайс, что довольно странно, либо можно его даже положить вот так через специальный адаптер, что тоже непривычно, но, наверное, более-менее компактнее получается устройство. Здесь вентиляционная сетка и я вижу небольшой кулер, который практически не слышно. В веб-интерфейсе есть интересные настройки. Помимо того, что здесь есть превью, наконец-то, в остальных кодерах этого нет. Можно поставить ограничительные рамки, центр кросс, так называемый, для отстройки кадра и как раз управление PTZ. Если я нажму кнопку, то у нас появляются элементы управления и в следующий раз я достану PTZ камеру, пусть это будет даже бердок, и подключу через USB-порт. Посмотрим, поуправляем. Камера бердок, конечно, она сама по себе индийная, но там есть возможность подключения по RS-232. И здесь у нас помимо PTZ есть еще настройки. Да, как раз тип, биты и все остальное. Еще есть системные настройки. Это пользователи, это reconnect, перезагрузка, сброс настроек и обновление прошивки. В разделе прошивка можно обновить ваш продукт, любой кодер, энкодер. Заходите на сайт Killaview. Его сейчас обновили, им гораздо удобнее пользоваться, чем раньше. Помимо этого, можно переключить язык на китайский. Привет, Killaview. И, опять же, админский раздел. Это изменение пароля и выход из системы. Ну и информация о продукте. Серийный номер, версия прошивки. Кодер Killaview U40. Отличный пример того, что можно сделать не просто кодер, а универсальное устройство, которое вам поможет в работе. И закроет сразу несколько задач. Управление камерой, подключение USB-камерой, заметьте. Выход питания, огромный талли. Кстати, здесь есть еще операторская связь, служебная связь, которая недавно анонсирована компанией Killaview. Конечно, кодирование основного NDI, NDI-HX и конвертация потоков на примере RTSP, RTMP и прочих. Больше о продукции Killaview. Актуальные цены можно узнать на сайте компании ProLand. Также заходите в наши социальные сети компании ProLand, Facebook, Instagram. И не забывайте про канал ProLand TV на YouTube. Заходите, ставьте лайки, пишите свои вопросы, на которые я обязательно отвечу. На сегодня это все. С вами был Михаил Кобзарь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok